Сегодня у меня есть возможность рассказать вам о том, что такое биодеградация. Но для начала представлюсь. Меня зовут Антон Линдубаев, я кандидат химических наук, работаю в Институте органической и физической химии Арбузова здесь, в Казани. И что же такое биодеградация? Кто же в конце концов съел полиэтилен? Вот обо всем об этом и пойдет речь в сегодняшней лекции. Ни для кого не секрет, что наша цивилизация оставила нам наследство не только блага, но и массу проблем. И одна из них, одна из серьезнейших проблем современности, это экологический кризис, который обусловлен в том числе накоплением в биосфере, в окружающей среде неприродных веществ, которые в природе не встречаются, являются продуктами человеческой деятельности, продуктами химической промышленности. Эти вещества называются ксенобиотики. Вот здесь на слайде приведены несколько примеров ксенобиотиков. Я думаю, что смогут. К сожалению, да. С презентациями, я думаю, не будет проблем. Эти соединения называются ксенобиотики, то есть чуждые жизни. От греческих слов «ксенос» – чужой и «биос» – жизнь. Но, несмотря на свою чуждость, многие ксенобиотики обладают большой биологической активностью, в том числе и являются сильными ядами. Свалка – это зрелище неприглядное, очень большая проблема современности. Никто не знает, что со свалками делать, они уже поглощают под собой города и сельхозугодья. И здесь на фотографии видно, что основу свалки составляют полимеры, пластики. Это тоже пример ксенобиотиков. То есть вещества с большим трудом утилизируемые биосферой живой природы и возвращающиеся в природный круговорот элементов. Для пластиков это очень затруднено. И, тем не менее, свалка далеко не безжизненна, на ней обитает множество микроорганизмов, которые в процессе эволюции приобретают способность употреблять ксенобиотики, в том числе и эти пластмассы, в качестве источника энергии, в качестве источника питательных элементов, возвращать их в природу. И вот как раз это явление и называется биодеградацией, то есть разложение неприродных веществ при помощи специализированных штаммов микроорганизмов. И вот для всех ксенобиотиков, представленных на предыдущем слайде, даже могу снова поднять, биодеградация в той или иной степени уже известна. Мы привыкли все живые организмы делить на высшие и низшие. Причем себя, естественно, всегда ставим на вершину. А если говорить о сложности строения тела, то действительно человек и млекопитающие, наверное, это самые сложно организованные, самые высшие организмы. Но если говорить о биохимии, то, наверное, микробы могут дать фору нам. И один из примеров – это метаболизм органического растворителя ацетонитрила. Ацетонитрил, у нас у каски-то, наверное, лазерной нет, да? Ну, будем думать, что и так видно. Ацетонитрил, уже само присутствие цианидной группы в его молекулы свидетельствует о том, что это ядовитое вещество. В организме млекопитающих он окисляется и превращается сразу в два токсичных соединения – это синильная кислота и формальдегид. Собственно, токсичность ацетонитрила определяется его превращением в эти метаболиты. А микроорганизмы, такие как накардии, вот сейчас лучше должно быть видно, они обезвреживают ацетонитрил другим путем, у них другой метаболизм этого вещества, они его гидролизуют до ацетамида и дальше до ацетатаммуния, который практически безвреден и используется микробами в качестве источника азота и углерода. Вот настолько биохимия микроорганизмов совершеннее, чем у нас с вами. Вот эта схема мне нравится своей подробностью, все стадии хорошо представлены на ней. Это схема биодеградации пестицида атрозина. Атрозин – это типичный ксенобиотик, в природе он не встречается. С 50-х годов прошлого века атрозин стал использоваться в качестве гербицида на полях. И с тех пор у почвенной микрофлоры возник целый кластер генов ATZ, который кодирует уникальные ферменты, отвечающие за каждую стадию, представленную на этой схеме. То есть за метаболизм атрозина, за катаболизм, то есть разложение молекул. И в ряд стадий атрозин превращается в аммиак, углекислый газ и хлорид ион. То есть вещества в сравнительно дружественной биосфере и легко утилизируемые живыми организмами. И здесь же на слайде показана микрофотография бактерий псевдомоназ. Вообще псевдомонады широко используются для биодеградации, поскольку эти бактерии легко осваивают новые источники питания. Полиэтилен вынесен уже в заголовок лекции, так кто же его съел? Это вещество подвергается биологической деструкции с большим трудом. Мы знаем, что полиэтилен это высший насыщенный углеводород, то есть цепочка из атомов углерода, длиной сотни, иногда даже тысячи атомов. И по современным представлениям ферменты микробов могут атаковать макромолекулы полиэтилена только с конца, с середины не получается. Поэтому низкомолекулярный полиэтилен или разветвленный полиэтилен легче подвергается биодеградации, чем высокомолекулярный и линейный полимер. Микроорганизмы окисляют вот этот высший алкан до соответствующего спирта, дальше до альдегида, жирной кислоты и дальше макромолекула вступает в путь, известный биохимикам как бета-окисление, то есть вот эта цепочка из атомов углерода нарезается на 2 углеродные фрагменты, остатки уксусной кислоты, ацетата. И, как я уже сказал, высокомолекулярный полиэтилен с большим трудом биодеградирует, изделия из полиэтилена в почве сохраняются годами и даже десятилетиями, и в последнее время в полиэтилен стали добавлять вещества, так называемые прооксиданты, которые под действием солнечного света выступают в роли окислителей и рвут молекулы полиэтилена, тем самым облегчая микробиологическую деструкцию этого вещества. И вот опять же псевдомонос аэрогеноза тоже псевдомонада. Один из ее штаммов, даже не один, а несколько штаммов псевдомонос могут обезвреживать полиэтилен. Другой тяжелый загрязнитель – это резина автомобильных покрышек. Производятся покрышки в несметных количествах. Никто не знает, что с ними потом делать после того, как они выработают свой ресурс. Вот мы видим, что свалки покрышек тянутся до линии горизонта. Я встретил патент, в котором предлагается измельчать резину в порошок и скармливать ее серным бактериям. А что такое резина? Это вулканизированный каучук. То есть каучук спекается серой, образуется такой сшитый трехмерный полимер, ни в чем не растворимый. Это как раз и есть резина. Бактерии серные окисляют сшивки до сульфата. В результате каучук девулканизируется. Его уже можно растворить в бензине, например, и получить на его основе герметики. Автомобильные, строительные. То есть каучук из автомобильных покрышек получает вторую жизнь. Боевые отравляющие вещества – это, пожалуй, самый трудный вид загрязнений, потому что они изначально созданы быть ядовитыми. Наверное, одной из самых знаменитых боевых отравляющих веществ – это иприт. И для иприта сейчас полным ходом идет химическое разоружение. То есть старые арсеналы ликвидируются. Это большая проблема. Не так давно ликвидировали в Мородыково, в Кировской области, химический арсенал. Поэтому разрабатываются методы детоксикации боевых отравляющих веществ. И для иприта известен комплексный метод обезвреживания. То есть сначала иприт подвергается химическому гидролизу щелочами. При этом концевые атомы хлора в молекуле замещаются на гидроксильные группы. Образуется спирт тиодигликоль, который тоже очень токсичен, но уже в меньшей степени, чем исходный иприт. А дальше тиодигликоль скармливается специализированным бактериями, которые могут его уже превращать в нетоксичные соединения. А уже в начале нынешнего века коллектив авторов из Японии сообщил о том, что им удалось, по крайней мере из их статьи следует, что им удалось обезвредить иприт при помощи вот такого красивого цветного гриба-трутовика, кориолиз, напрямую без стадии химического гидролиза. Это, конечно, удивительный пример совершенства метаболических путей микробов или грибов. Грибы, конечно, это не микробы, но тоже они считаются низшими организмами и широко применяются для биодеградации. Другой пример обезвреживания боевого отравляющего вещества и тоже при помощи грибов – это биодеградация ВИЭКС. ВИЭКС – это тоже боевое отравляющее вещество, одно из самых токсичных веществ, созданных человеком. Смертельная доза составляет 70 микрограммов на килограмм живого веса. Наверное, многие из вас смотрели фильм «Скала» с Николасом Кейджем. Там как раз ракета, начиненная ВИЭКС, фигурирует в этом фильме. Но, как и все фосфороорганические соединения, мы видим, что в составе молекулы ВИЭКС присутствует атом фосфора, все фосфороорганические соединения, в том числе это, являются блокаторами ацетилхолиностеразы. То есть они парализуют нервную систему, парализуют мышцы тела. За счет этого и происходит отравление и смерть. А у грибов нет нервной системы. И поэтому для них фосфороорганические соединения намного менее опасны, чем для людей. И гриб Вешенка не только очень вкусный, но еще и обладает способностью обезвреживать ВИЭКС. Вот здесь представлена схема на слайде метаболизма. Конечно, плохо видно. Метаболизма ВИЭКС превращается в конечном итоге в фосфат, сульфат, аммиак, углекислый газ и воду. То есть вещества совершенно безвредные, сравнительно по крайней мере, в сравнении с ВИЭКСом, для окружающей среды. Пестицид ДДТ уже давно снят с производства. И тем не менее загрязнением сохраняются, потому что это вещество очень устойчиво в окружающей среде. А одно время ДДТ являлся своего рода символом загрязнения, символом ксенобиотиков. Вещество, на самом деле, очень токсичное и способно, благодаря тому, что оно хорошо растворяется в жирах, оно может накапливаться в организме. И поскольку соединения очень устойчивые, то до сих пор неизвестны микроорганизмы, которые могут, ну как сказать, чтобы один штамм микроорганизма от начала и до конца все стадии обезвреживания ДДТ мог произвести. И для биодеградации ДДТ требуется целая консорция видов микробов. То есть несколько видов бактерий нужно применять. Здесь одни виды разлагают ДДТ, здесь опять же плохо видно наверху, до парахлорбензойной кислоты, а другие бактерии, да, скажете, а при чем здесь пингвины? А пингвины при том, что ДДТ обнаруживали даже в их жировой ткани, у пингвинов. Хотя они обитают очень далеко от сельхозугодий, где ДДТ применялся. То есть это вещество распространилось по всему земному шару. И до сих пор, несмотря на то, что оно уже не производится, до сих пор токсический эффект наблюдается в ДДТ. А другие бактерии уже парахлорбензойную кислоту, которая образовалась из ДДТ, разлагают дальше и превращают, скажем так, минерализуют, то есть превращают в углекислый газ, воду и хлорид. То есть даже в случае такого сложного и стабильного вещества, все равно можно найти подходящие пути метаболизма. Ну, пожалуй, самым известным ядом является цианид. Для цианида известно множество путей биодеградации, которые представлены. Вот здесь, на слайде, микробы его восстанавливают, окисляют, гидролизуют. В организме млекопитающих цианид может превращаться в менее вредный родонид или превращаться в аминокислоту цианоаланин. А связано такое многообразие путей метаболизма цианида с тем, что, строго говоря, он не является ксенобиотиком. Цианид, на самом деле, достаточно широко распространен в природе. Ну, все мы читаем детективные романы, смотрим детективные сериалы и знаем, как определяют цианид. По запаху. По запаху. И чем он пахнет? Совершенно верно. Вот как раз в горьком... Запах горького миндаля. И вот в горьком миндале как раз содержатся цианогенные гликозиды, которые при разрушении тканей растений контактируют со специальными ферментами и выделяют синильную кислоту. Вот. И некоторые насекомые, такие как бабочки-пестрянки, суегемолимфи, тоже содержат цианогенные гликозиды. Таким образом и растения, и насекомые могут защищаться от поедания. Ну, и, соответственно, у живых организмов уже появились предадаптации для обезвреживания цианида. Пускай даже и в очень низких концентрациях. Ну, наверное, школьницам не все понятно. Существует эмпирическое правило, согласно которому чем выше атомный вес элемента, тем он токсичнее. Из этого правила есть масса исключений. Но в целом оно соблюдается. И вот ртуть – это один из самых тяжелых элементов периодической таблицы. Он занимает 80-ю клетку в таблице Менделеева. И этот элемент очень ядовитый, особенно соль ртути. Металлическая ртуть менее токсична, чем ее соли. И у ряда бактерий появился своеобразный способ обезвреживания ртути. Они стали вырабатывать уникальный фермент – ртуть-2-редуктазу. Которая восстанавливает двухвалентную ртуть до металлической ртути. Фактически, этот фермент выполняет металлургический процесс. То есть мы вправе говорить о ферментативной металлургии. Нам известны ферменты с многообразными функциями. Но фермент, который производит металл, безусловно, уникален. А ведь есть еще микроорганизмы, которые восстанавливают соль и золото. Выделяют металлическое золото. Их даже используют в золотодобыче. То есть получение металлов при помощи микроорганизмов – это отдельная большая интересная тема. Устойчивость к синобиотикам может возрастать в результате направленной селекции. Капролоктам – это крупнотоннажный продукт химической промышленности. Из него полимеризации получают капрон. Все мы знаем капроновые ткани. Очень прочные, очень стойкие. А биодеградацию капрона впервые описала Римма Павловна Наумова, которая долгие годы работала профессором микробиологии здесь, в КФУ, тогда еще в КГУ. И в своей кандидатской диссертации она как раз описала биодеградацию капролоктама бактериями. И вот из ее результатов следует, что первый посев бактерий обезвреживал капролоктам в концентрации полграмма на литр в течение месяца, четырех недель. А четвертый посев уже обезвреживал капролоктам в концентрации 2 грамма на литр, то есть в четыре раза больше, чем изначально, всего за 1-2 дня. И Римма Павловне удалось получить штаммы бактерий, которые были устойчивы к капролоктаму в концентрации 15 граммов на литр. И даже эти микробы могли есть полимерный капрон. То есть фактически Римма Павловне удалось получить новую форму жизни, для которой капролоктам и капрон – это уже не ксенобиотики, а пища – источник биогенных элементов и энергии. Безусловно, этот результат очень интересен. Ну, а как быть с пищей для людей? В начале лекции я уже говорил о том, что пластики – это большая проблема. Они с большим трудом подвергаются биодеструкции в окружающей среде. И вот возник такой интересный проект создания грибных ферм для выращивания съедобных грибов на полимерах. Ну, все мы знаем поролоновые губки, они есть на каждой кухне. А поролон – это разновидность полиуретана. Пластика, богатого азотом, биогенным элементом. И вот выяснилось, что некоторые грибы, например, щелелисник обыкновенный, растут не только на древесине, но и на полиуретане. В России щелелисник – это непопулярный гриб в плане кулинарии. Но в некоторых странах, особенно тропических, это достаточно известный пищевой продукт. Гриб неядовитый. И создавая фермы по выращиванию вот такого гриба, щелелисника, можно отходы пластмасс напрямую превращать в пищевой продукт для людей. И таким образом решить сразу две проблемы. Проблема загрязнения окружающей среды и проблему голода. Вот эта схема поражает меня своей гениальной лаконичностью. На этой схеме показано, как в результате микробных метаболических путей токсичные вещества буквально в одну-две стадии могут превращаться в ценные пищевые вещества. Это в некотором смысле продолжение предыдущего слайда. Все мы знаем, что метиловый спирт – это сильный яд. Смертельная доза для человека составляет несколько десятков миллилитров. Несколько миллилитров достаточно, чтобы человек стал инвалидом. Метанол ядовит, потому что в организме окисляется формальдегид. Формальдегид является биоцидом, то есть он губителен для всех форм жизни. Водные растворы формальдегида, формалин используются для консервации. То есть биологические образцы, вот даже здесь в зоологическом музее КФУ таких много образцов, столетиями хранятся и не портятся в формалине. Но некоторые микроорганизмы, так называемые метилотрофы, среди них есть и бактерии, и дрожжи, способны обезвреживать формальдегид. Они питаются как раз одноуглеродными фрагментами, в первую очередь метильными группами. И образующийся из этих метильных групп формальдегид, они обезвреживают, соединяя его. А формальдегид склонен к реакциям присоединения. Они соединяют его с аминокислотами или сахарами. Соединяясь с аминокислотой глицином, формальдегид дает аминокислоту эльсерин, которая входит в состав практически всех белков. Формальдегид в одну стадию превращается в пищевой продукт, аминокислоту. Причем эта реакция обратимая, и гидроксиметильная группа серина является источником большинства одноуглеродных молекул в организме. Так называемый глицин-сериновый цикл существует, известный биохимикам. Я встретил интересную статью, в которой описано, что фермент тирозин фенол лиаза из бактерий шерихи интермедиа, кишечные бактерии, способен конденсировать фенол с серином и образовывать аминокислоту тирозин. Фенол – это тоже биоцид, так же, как и формальдегид. Он не так давно использовался для дезинфекции в больницах. Теперь его не используют, потому что он токсичен. Аминокислота л-тирозин – это незаменимая аминокислота. Это ценнейший для нас пищевой продукт. Человеческий организм не способен эту аминокислоту вырабатывать, а мы в ней нуждаемся. То есть микробный метаболизм настолько совершенен, что буквально в одну-две стадии два токсичных биоцида могут превращаться в ценнейшие пищевые молекулы. Разумеется, микробные метаболические пути используются не только для обезвреживания веществ, но и для их трансформации. То есть постепенно стираются грани между химическими и биологическими дисциплинами. И биотехнология все больше вторгается в органический синтез. Нашел еще одну интересную статью. В ней описан путь биодеградации углеводорода антрацена грибками аспергилюс фумигатус. Причем каждая стадия этого процесса – это крупнотоннажное сырье для химической промышленности. Вот антрон, антрохинон, из них производят красители. Швы на джинсах красят в оранжевый цвет как раз красителями на основе антрохинона, такими как ализарин. Дальше вталевый ангидрид, который широко применяется в органическом синтезе. Вталевая кислота – компонент многих пластмасс. То есть на основании одного метаболического пути грибка аспергилла, плесневого, можно целый технологический цикл создать на химическом производстве. Химическая промышленность человека, она еще и обогащает природную химию. Вот такой интересный пример. Известковая водоросль галимеда, галимеда ксишенсис, которая произрастает в Южно-Китайском море, содержит в своем составе уникальный метаболит, который назвали галимедином. Этот метаболит уникален тем, что содержит в своем составе симметричный триозиновый цикл с тремя атомами азота. И других соединений с таким фрагментом в природе нет. То есть существует масса пестицидов, таких как атрозин, уже в начале лекции звучавший. Но среди природных молекул таких, кроме галимедина, больше не встречается. И сразу же обратили внимание на то, что молекула галимедина фактически повторяет молекулу цианазина, известного гербицида, который широко применяется в Китае. Фактически просто атом хлора в молекуле цианазина замещается на метоксильную группу в галимедине. И поэтому возникло обоснованное предположение, что галимедин – это полуприродное соединение, это метаболит цианазина. То есть с полей в Китае пестициды смываются в море, и водоросли уже трансформируют этот гербицид в такое своеобразное полуприродное соединение. И подобные пути метаболизма несут множество сюрпризов для нас, потому что мы не знаем, во что могут превратиться создаваемые нашей промышленностью соединения. Зачастую в результате метаболизма могут возникать вещества более токсичные, чем исходные отходы, создаваемые нами. Есть даже выражение «летальные метаболиты». Ну и в продолжении предыдущего слайда, по всей видимости биодеградация возможна потому, что большинство веществ, которые мы традиционно считаем ксенобиотиками, на самом деле не являются таковыми. То есть они в мизерных количествах, в очень низких концентрациях постоянно присутствуют в окружающей среде. Вот интересный путь метаболизма 4-х хлористого углерода. Опять же псевдомонада. Один из штаммов 4-х хлористого углерода. С-хлор-4 – это не горючий, но довольно-таки токсичный растворитель. И вот бактерии его превращают, обезвреживают, но полупродуктами метаболизма являются, вот здесь на схеме они обведены красными кружками, это фазген и теофазген, очень ядовитые вещества. Фазген, хлорангидрид угольной кислоты, это боевое отравляющее вещество в том числе, хотя и мирные применения ему тоже находятся. А сам 4-х хлористый углерод продуцируется некоторыми морскими водорослями. Например, красная водоросль аспарагопсис выделяет в окружающую среду смесь летучих галогенированных соединений, содержащих хлор, бром, и среди них 4-х хлористый углерод. То есть в природе есть метаболические пути, которые ведут и к 4-х хлористому углероду, и к фазгену. Или вот другой, не менее поразительный пример. Мы знаем, что, ну все мы наслышаны о диоксинах, очень ядовитые вещества, очень коварные, так же как ДДТ, они склонны накапливаться в живых тканях, но если ДДТ уже не производят, то диоксины получаются сами, образуются в результате сгорания поливинилхлорида. При неполном сгорании этого вещества выделяются вот такие очень малоприятные соединения. Тоже очень стабильные, кстати. И я очень удивился, когда узнал, что морская губка Дезидея выделяет так называемые спонгиодиоксины. То есть вот здесь на слайде наверху представлен диоксин, образующийся при горении пластмасс, а внизу практически повторяет его структуру диоксин из губки. Совершенно очевидно, что это соединение тоже токсично, на его основе планируют создавать противораковые препараты, но налицо, что когда появились рукотворные диоксины, природа уже в некотором смысле была готова к их появлению, потому что подобные вещества в ней уже были. Даже кислород, без которого мы не можем жить, всего 2-2,5 миллиарда лет тому назад, тоже был ксенобиотиком. Вот здесь представлен пейзаж Земли в архейскую эру, то есть до кислородной катастрофы так называемой. Кислорода в атмосфере еще не было, мы видим, что океан окрашен в зеленый цвет, морская вода, то есть она насыщена солями двухвалентного железа, которое в отсутствии кислорода не окислялось. Вот здесь наверху показан график роста кислорода, вот как раз время в миллиардах лет отложено, где-то 2,5 миллиарда лет тому назад начался рост содержания кислорода в атмосфере. А за счет чего он начался? За счет деятельности цианобактерий, которые освоили оксигенный фотосинтез и стали выделять кислород. Кислород – это один из сильнейших окислителей, очень ядовитое вещество на самом деле, вот то, чем мы дышим. У нас в организме содержится целая система антиоксидантов для того, чтобы защищать наши ткани от действия кислорода, наши клетки, наши органы. Некоторые микроорганизмы, такие как метаногены, сульфатредукторы, они вообще не выносят присутствие кислорода, они погибают сразу, строгие анаэробы так называемые. Эти организмы, они максимально приближены по своей экологии к первым живым организмам на Земле, которые обитали еще в бескислородной атмосфере. То есть появление кислорода действительно было катастрофой. Вот это был первый экологический кризис. На самом деле тот экологический кризис, который создали мы люди, он не первый в истории Земли, их было много. Вот, наверное, кислородная катастрофа – это один из первых экологических кризисов. И живые организмы настолько приспособились к кислороду, начали его использовать как акцептор электрона в своем метаболизме, что теперь без него живые организмы уже жить не могут. Большинство из них, по крайней мере, в том числе и мы с вами. Вот здесь на слайде показано, сколько функций кислород несет в организме. Это и метаболизм жирных кислот, и синтез гормонов, и, естественно, дыхания. То есть вполне возможно, что пройдут годы, и появятся живые организмы, для которых те вещества, которые сейчас являются ксенобиотиками, они уже будут необходимы им для жизни. Если экологический кризис затянется на достаточно долгое время, то это произойдет. То есть радикальные изменения в биосфере могут произойти. Естественной средой обитания для микроорганизмов-деструкторов являются отстойники отчистных сооружений, химических предприятий. Это такие пруды, в которых накапливаются сточные воды, обогащенные неприродными соединениями. И здесь у микроорганизмов создаются благоприятные условия для формирования адаптации к этим соединениям. То есть они эволюционируют в сторону выработки устойчивости и способности питаться этими ксенобиотиками. А наиболее перспективные штаммы-деструкторы собираются в специальных коллекциях. В России крупнейшей такой коллекцией является ВКМ, Всероссийская коллекция микроорганизмов, которая находится в Академгородке Пущино. Есть у нас еще и ВКПМ, Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов. Есть коллекции поменьше. Они ведут каталог культур, штаммов. Есть такое выражение микробиологов, штаммов. То есть это как порода в животноводстве или сорт в растении, вот так же штамм в культивировании микроорганизмов. То есть это некая микробная культура, обладающая определенным набором свойств. И вот как раз в коллекции они эти штаммы сохраняют, каждому выдается свой паспорт, ведется защита интеллектуальной собственности. То есть штаммы депонируются, патентуются и, самое главное, реализуются заинтересованным сторонам. То есть биодеградация на сегодняшний день уже перестала быть чистой наукой. Это практически востребованный метод. Это коммерция, на биодеградации уже делаются деньги. И это как раз показатель практической востребованности. За период с 1990 по 2013 год в мире вышло 443 патента по биодеградации. Самым первым запатентованным микроорганизмом, даже не микроорганизму, а вообще живым организмом, самым первым запатентованным стала супербацилла. Это микроб, полученный на основе псевдомона спутида, который путем генной инженерии научили кушать нефтепродукты. И вот еще в начале 1970-х годов супербацилла стала первым запатентованным живым организмом генмодифицированным. Ну, является ли генная инженерия злом или благом, это выходит за рамки лекции сегодняшней. Эту тему мы не будем обсуждать. Но я хочу подчеркнуть, что эра патентования организмов началась именно с биодеградации. То есть тоже показатель практической значимости этого метода. А почему, собственно говоря, я прочитал лекцию на эту тему? Потому что я и сам занимаюсь биодеградацией. И объект исследования у нас очень интересный. Это белый фосфор. Вещество первого класса опасности. Чрезвычайно горючий, чрезвычайно токсичный. Но, несмотря на все риски обращения с этим веществом, он является крупнотоннажным сырьем для химической промышленности, потому что из белого фосфора получают фосфорную кислоту, красный фосфор, спички, пестициды, лекарства, пиротехнику. К сожалению, несмотря на официальный запрет, белый фосфор до сих пор применяется в военных целях. Знаменитые фосфорные бомбы. Но у элемента фосфора есть уникальное качество. Будучи чрезвычайно токсичным в виде простого вещества, в окисленном состоянии, в виде солей фосфорной кислоты. Вот здесь у нас белый фосфор, а здесь у нас фосфорная кислота представлена. В виде солей фосфорной кислоты фосфор – это незаменимый биогенный элемент. Даже не микроэлемент, а макроэлемент. Он необходим всем без исключения формам жизни. Так называемые фосфорные удобрения. И поэтому наша задача – это преодолеть барьер между токсичной формой фосфора и полезной формой фосфора. И вот для этой цели мы с коллегами как раз предложили использовать микроорганизмы. Вот этот грибок черный аспергил вырос. Ну, можно сказать, это стал для нас неожиданностью его рост. То есть сам реактив белый фосфор оказался обсеменен спорами этого грибка. А белый фосфор, так же как и формальдегид и фенол, он до недавнего времени считался биоцидом. То есть веществом, губительным для всех форм жизни. И вот тем не менее, в культуральных средах, содержащих белый фосфор в качестве единственного источника фосфора, у нас грибы замечательно растут. Они не испытывают никакого дефицита биогенных элементов. То есть фактически они окисляют белый фосфор до фосфата и включают в состав своей биомассы. Фактически они едят белый фосфор. И таких результатов мы не встречали нигде в литературе и в патентных базах. То есть это действительно научные открытия. Метод ЕМР показал, что биодеградация белого фосфора действительно имеет место. Две культуральные среды совершенно одинакового состава, одновременно приготовлены. Но в опыте у нас посеян аспергил, а контрольная среда оставлена стерильной. И по прошествию равного промежутка времени у нас полное обезвреживание произошло только в опыте. То есть в опытном спектре присутствует только один сигнал фосфора – это фосфат. А в контроле помимо фосфата присутствуют еще сигналы восстановленных соединений фосфора, таких как фосфит, гипофосфит. То есть полного обезвреживания не произошло. Метод ЕМР показал, что действительно только в присутствии микроорганизма у нас происходит полное обезвреживание. А изначально в качестве источника фосфора только белый фосфор был в этой среде. То есть и фосфат, и все промежуточные соединения, они образовались из белого фосфора здесь. И естественно, что фосфиты и гипофосфиты, они пусть в меньшей степени, чем сам белый фосфор, но они токсичны. И, соответственно, только в среде, где рос грипп, у нас произошла полная детоксикация. В заключение хочу показать вот такую смешную картинку, которую я скачал из интернета. Это шарж на тему биодеградации. И о чем это свидетельствует? Вот давно известно, что если какое-то явление обращается в шутку, это значит, что оно играет в жизни людей очень большую роль. Если люди начинают шутить на эту тему. И вот появление таких картинок, оно свидетельствует о том, что метод биодеградации, он на самом деле играет колоссальную роль для сохранения окружающей среды, для сохранения нашего здоровья. Ну, поскольку в рамках одной лекции невозможно рассказать обо всем, то для всех, кому интересно, я предлагаю знакомство с моими научно-популярными статьями. Я публикуюсь в журналах «Природа, наука и жизнь», «Биомолекула» замечательный научно-популярный журнал именно для биологов. Должна выйти моя статья в Кате Шрёдингера. Все эти статьи есть в открытом доступе. И если кто-то заинтересовался, кого-то я смог увлечь своей лекцией, то всегда более подробно можете прочитать о том, о чём я говорил сейчас. Ну, надеюсь, что было интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова